Привет, меня зовут Алексей Баранденко, и я хотел сегодня поговорить с вами про новый инструмент, который был представлен Microsoft, Visual Studio Code. Я вот немного тоже с ним поработал, он меня очень заинтересовал, и вот хотел с вами тоже поделиться своим опытом. Также, может быть, тоже вы обратите свое внимание в сторону данного инструмента. Так, мы сегодня, значит, сперва посмотрим вообще, как выглядит этот инструмент, как редактор кода. Посмотрим, какие у него есть настройки, как его можно конфигурировать. Потом мы поговорим о том, на основе каких технологий удалось им собрать его. Интеграцию с такими уже известными инструментами, как GAL, Bauer, Yoman, и за счет чего можно, ну, как я вижу, до бесконечности расширять данный редактор. Это как экстеншены, сниппеты, дебаггеры, лэгвич сервера. И посмотрим новую фишку .NET Core Debugging, которая также была уже представлена на билде 2016-м. Кто не видел, я тоже смогу продемонстрировать. Так, итак, поехали. Значит, VS Code считается, является кроссплатформенным редактором, который можно также использовать на Mac, Linux и Windows. Значит, кроме того, что в него встроен полный цикл от билда, дебага и деплоя цикла, в него встроена модель расширения, которая может поддерживать различные языки программирования не только C-Shark, но там C++, Python, PHP, Go и так далее. И на рынке уже есть аналогичные продукты, вы, наверное, тоже с ними знакомы, или, например, как Sublime Text или Atom. Но теперь вот еще и от Microsoft. И сразу возникает вопрос, почему, например, сейчас, а не раньше. Ну, например, если вы следите за последними новостями от Microsoft, они сейчас активно разрабатывают так называемый .NET Core, который является как бы кроссплатформенным фреймворком, на основе которого можно разрабатывать приложения для Windows, Mac и Linux. И, соответственно, чтобы дать разработчикам какой-то инструмент на платформах Linux и Mac, вот, и пришлось вот разрабатывать такой инструмент. Потому что для Windows в основном, это основной инструмент, это Visual Studio. Вот. Также вот данный вот редактор, как уже говорилось, ну, вот на данный момент поддерживает не такое большое количество дебаггеров. Это Mono для Linux и Mac, Node.js, и вот недавно только появилась возможность дебагга .NET Core приложений. И последний момент, это вот интеграция с уже существующими инструментами, как Yoman, Gulp и Bauer. А вот эти вот, как бы, кто-нибудь не встречал, например, вот этот значок, да, вот слева. Это значоком не Sharp, а на данный момент он, это некий, некий, некий tools, который использовался на Mac'ах и Linux'ах для работы с C-Sharp кодом, то есть рефакторингом, IntelliSense и так далее. Вот. И сейчас он, как бы, тоже встроен вовнутрь Visual Studio Code, но на билде было такое замечание, что это, как бы, временное решение, потому что в конечном итоге, кто бы, какой бы tools не работал с C-Sharp, он рано или поздно должен коммуницировать с Roslin'ом. То есть в конечном итоге или OmniSharp заменят, или он будет просто настройкой на Roslin'ом, потому что, как было замечено, C-Sharp должен понимать только Roslin' и все. Так, и давайте тогда переключимся, посмотрим, sorry, как выглядит данный редактор. Сразу оговорюсь, вот, например, если мы проведем горизонтальную прямую, да, и справа мы представим, что у нас есть Visual Studio, в которой интегрированы кучи инструментов, ну, тот же R-Sharper, экстеншены и так далее, а слева какие-то пур-редакторы типа Notepad или Notepad Plus+, то вот Visual Studio Code как раз занимает нишу посередине между некий IDI, IDI, и между редакторами. Значит, вот загрузился наш Visual Studio Code. Как видите, как бы интерфейс очень простой. Слева мы видим, это рабочая область, с которой, где будут расположены наши структуры файлов. Это глобальный поиск по всему проекту, интеграция с Git-ом, и возможность дебага приложений. То есть, как бы, все, больше, как бы, ничего таких из икон здесь нет. Ну, здесь дополнительные маленькие иконки, я там дальше буду о них говорить. И поэтому, вот я, например, свое взаимодействие с Visual Studio Code начинал с документации, но вот последнее видео, которое я смотрел, все, что вам нужно знать про Visual Studio Code, это клавиша F1. Через эту клавишу активизируется Common Palette, называется она, и фактически всю информацию, которую вам нужно знать про Visual Studio Code, можно найти через данную команду. Вот, например, давайте вот создадим какой-то файлик. пример, сам тест демо. И первое, что, какую фишку я хотел бы показать, это сплитинг рабочей области на несколько, на несколько экранов. данная вот фича, вот, ну, как для меня, я, например, привык работать с табами, и мне она, как бы, ну, я не вижу, например, да, в ней такой вот, некую крутость. Вы можете переключаться автоматически вот между этими областями. Единственное, классный момент от нее нашел, это мы, когда будем дальше рассматривать Markdown файлы, очень удобно, представляя, слева писать Markdown разметку, а справа видеть, во что она генерится. Вот. А как бы, другую пока для себя, вот, полезность вот этой вещи я не нашел. Хотелось бы работать с табами, чем вот с таким сплитингом. Но они, как бы, полностью табы тоже не убрали. Вот если вы заметили, после того, как я открыл файл, в Working Files появился данный файл. Это, как бы, типа эмуляция наших табов. Вы можете, ну, как бы, вот, это файлы, с которыми вы недавно работали. Если вы создаете другой файл, он просто, как бы, уйдет в копию. И, соответственно, например, также можно найти этот файл, который, видите, recently opened, ну, некая история файлов, как бы, тоже поддержка таба. Дальше, какие, как можно конфигурировать шорткаты для работы абсолютно со всеми областями, так, открытия файлов, создания файлов, открытия фолдеров и так далее. Как видите, набор, ну, уже, который есть, довольно большой. И, например, если мы посмотрим, как открывать файл через шорткаты. и вот мы видим, что открытие файлов, на открытие файлов зарезервировано сочетание клавиш control-o. Давайте проверим, да, так и есть. И, например, а я хочу открыть фолдер. А вот на открытие фолдера уже она закомментирована, поэтому вы, как бы, можете заэкстендить данный шорткат, скопировав его, в правую область. В правой области мы видим как бы настройки user settings. Слева некие глобальные настройки, которые по дефолту выставляются, а справа специфические под данного пользователя. Вот. Так. Дальше вот, кстати, буквально на прошлой неделе был релиз Visual Studio Code 1.0 и там был представлен возможность смены языка именно самой Visual Studio Code. И если мы выберем конфигурировать язык и, например, выберем хочу на русский и все. и чтобы изменения вступили в силу, нам просто сделать refresh. И, как видите, поменялся полностью интерфейс Visual Studio Code. очень быстро и легко конфигурировать, например, вернемся, давайте, язык Visual Studio Code. Так. Мы разобрались, едем дальше. Например, кому-то может не понравиться тема, что это темное, можно сконфигурировать тему. И вот предефайн темы, которые существуют как бы out of box и видите, тоже их много. Если вы не смогли найти любимую вашу тему, опять нажимаем F1, есть такие extension, install extension и тоже здесь можете поискать, может быть, есть какая-то тема, которая вас не удовлетит. удовлетворяет и которую вы хотели установить себе. Более того, будем дальше говорить. Если вы не смогли тему найти через extension, вы можете написать свою кастомную. Я тоже дальше продемонстрирую, как это можно будет сделать. Так. Дальше есть такая еще классная штука. Это снипеты. Даже без них. Сейчас как видите, поддерживают уже множество снипетов. опять же, если вы не находите, давайте посмотрим SQL, что есть. Вот, например, я снипет для SQL такой небольшой создал. Он просто пишется. Это просто текст, который вы хотите, чтобы скопировался. Ну, например, давайте откроем демонстрирую, как наш файл test. SQL. Упс. Файл от файл. А, ну да. Это чтобы Visual Studio Code поняла, что я хочу применить SQL снипет для файла SQL. Видите, сразу подсветило, что да, я понимаю, что выбранный язык это SQL, и, соответственно, я могу здесь тебе хайлайтнуть тот снипет, который ты написал именно для SQL. Так, дальше. Было уже сказано, что Visual Studio Code поддерживает интеграцию с различными инструментами, такими, как Grand, Gulp, MSBuild, .NET Core, то есть некие сборщики вашего проекта. И, как видите, ну, как бы, это очевидно, да, почему Grand, Gulp, потому что, наверное, где-то, где-то в недрах нашего редактора, где-то может использоваться Node.js, да, и, как бы, не особенно тяжело было их интегрировать. А вот, например, MSBuild, .NET Core, вот, наверное, было не очень просто, но я там дальше тоже покажу, как это уже сделано. Так, это мы разобрались. И еще последний момент, если вы, например, не смогли, ну, вот, например, я в основном с .NET, с .NET работаю, да, мне важен США. И, например, я бы сразу пошел и посмотрел, есть ли экстеншены для C Sharp. Да, они есть, они раньше были встроены, теперь их нужно устанавливать специально на машину. Но вот, видите, как кроме C Sharp есть также Python, есть Go, есть PHP. Но, опять же, оговорюсь, вот сейчас дебаг поддерживается только для ноды, Mono и .NET Core. Все остальные нужно или как-то искать, или дополнительно, ну, в общем, как бы, пока я не встречал какой-то информации по дебагам, кроме этого. Но можно написать свой кастомный дебаггер под ваш язык, который вы используете в работе. так, с этим давайте двигаться дальше. Что же, какие же технологии лежат в основе вот данного редактора, что позволило Microsoft в принципе так быстро начать его разработку и сразу встроить такое количество инструментов. Ну, первое, как вы заметили, у кого был опыт работы, например, с облайном или атомом, у него очень похожая оболочка, как у вышеназванных редакторов. Это неудивительно, потому что оболочка VS Code основана на электроне. Электрон это кроссплатформенный фреймворк для создания ой, кроссплатформенный фреймворк. Это фреймворк для создания кроссплатформенных десктопных приложений на HTML, CSS и JavaScript. Он базируется на Node.js и Chromium. Вот электрон очень популярный и если вы работали кроме Atom, он также используется в Slack, в Discard, WordPress и так далее. И в этой оболочке уже встроены механизмы, например, отправления крэш-репортинга или функция автоматического обновления. То есть Microsoft не нужно было заново придумывать некие механизмы данных функций, они уже как бы идут из коробки, которая существует. и это как бы внешний вид, который мы видели. Вторая часть, как бы ядро, сам редактор, он называется Monaco. Раньше данный редактор был написан на JavaScript и он использовался почти во всех продуктах Microsoft, таких как OneDrive, Azure, Visual Studio, Team Services. Кто, например, заходил на сайт TypeScript Playground, и там можно было сразу на сайте писать TypeScript и видели, как он транспайлилится в JS Code, там тоже использовался данный редактор Monaco. Но когда начал создаваться язык этот TypeScript, то была такая команда Erich Gamma и они переписали полностью данный редактор Monaco с JavaScript на TypeScript. И теперь, правда, еще, если вы зайдете на GitHub, он уже open-source, то там еще есть некоторые моменты, которые на JavaScript написаны, но вот в основном ядро, которое отвечает за интеллиссенс, за валидацию, парсинг документа, который вы видите, это отвечает TypeScript. И вроде с этим разобрались дальше, о нет, еще раме. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, какие инструменты, как интегрируются существующие инструменты с данным продуктом. И если мы зайдем не, давайте покажу вот так. Я уже установил себе Yoman генератор, это Yoman это некий тоже фрейморк для скафолдинга приложений. Если мы, например, хотим посмотреть, осуществует ли какая-то поддержка у Yoman именно для работы с Visual Studio код редактором. И вы может удивитесь, может нет, тут есть даже специальное меню код, которое и поддерживает скапфолдинг для Visual Studio код, для создания таких программ, как экстеншены, как дебаггеры и темы, о которых было сказано раньше. То есть вы просто выбираете код и выбираете опцию, которую давайте сразу покажу. выбираете YowCode, надо немножечко подождать. Надо немножечко подождать, пока она там думает. Отлично. Как видите, скапфолдинг уже поддерживается, например, создание нового экстеншена, можно писать экстеншен на TypeScript и JavaScript, тему, которую вы не смогли найти в Marketplace, язык, который вы не смогли найти, или какой-то набавить SnipePet, на который вы хотели бы расшарить с другими разработчиками. меня меня на данный момент интересует просто скафолдинг какого-то проекта, на котором можно показать, какие, например, основные штуки уже поддерживает Visual Studio Code. и я выбрал HotTal, если кто не знает, это open-source проект, написанный Джон Папа для как бы в учебных целях, для работы в учебных целях, как проект, на котором можно посмотреть основные моменты, как собирать, как интегрируют, как интегрируются такие инструменты, как Bauer, Galp Grant, как собирать проект, как делать минификацию, ну и так далее. В общем, не буду сильно голоснованным, давайте я покажу. Я уже его скачал себе на компьютер, не хотел вас как бы заставлять ждать, потому что на самом деле он у меня очень долго загружался, вот поэтому я уже его загрузил и просто я открою Visual Studio Code и сейчас мы посмотрим есть у него наверное стандартная структура для футаговских проектов, есть стандартная конфигурация, ничего такого особенного. Первое вот что интересное я хотел показать, я вот раньше упоминал про readme файл, вот, и например, если вы сделаете сайт бай сайт редактирование, то в левой части то в левой части вы видите вашу как бы разметку, а с правой части во что она генерится. Если я поменяю, отредактирую, вот видите сразу как изменилось и во что это трансформируется, как по мне это очень удобно. дальше какие же какие же сейчас посмотрим сервисы. Какие возможности предоставляет Visual Studio Code для работы вот, например, с JS-кодом. TypeScript как бы внутри TypeScript есть так называемый как бы сказать модуль, он называется Salsa, он представляет собой как представляет как TypeScript Language as Service. Данный модуль позволяет анализировать как бы JavaScript код и проводить рефакторинг по файлам как бы в зависимости от контекста там что-то highlight ну и так далее как он работает и вот, например, у меня есть некоторая функция да, я хочу сделать rename getMessage например факторинг поддерживается например, я хочу сделать поиск по проекту если я не смог найти например, в одном файле или например вы делаете поиск но некоторые файлы чтобы как бы не утяжелять поиск вы заэксклудили то можно например поискать в данном поиске это глобальный поиск который ищет вообще везде как видим что функция только в двух местах используется и все с этим понятно так также поддерживается интеллисенс вот например если я захочу есть у меня функция success да и я хочу переписать с помощью нового синтаксиса через лабдовыражение как видите highlighting exception highlighting все есть все работает но на данный момент visual studio code не поддерживает таких функций для продвинутого рефакторинга таких так как например зайнлайнить метод или экстрактнуть метод внутрь класса или мувнуть например какой-то файл и чтобы произошел фиксант по namespace ну и так далее но я думаю что с теми темпами с каким развивается данный продукт это будет наверное скоро вот работа например с html файлами давайте откроем какой-то html файл покажу что также данный редактор поддерживает так называемый emit аббревиэйшн например если я хочу сделать div и строить в него какой-то например класс или например написать вот так и так далее я например не фронтэнчик вот мне как бы такие штуки ну я к ним нейтрален вот но я думаю если фронтэнчики это знак для фронтэнчиков может быть вот они обратят внимание посмотрят какие там еще аббревиатуры поддержатся может это позволит увеличить их производительность и последнее например если я загляну в css чтобы уже полностью покрыть фронтэнд и вот например хайлайтинг например давайте background-color выберем и например вот такой также поддерживаются такие разные атрибуты специфик браузеров и так далее ну как бы в данном случае я не знаю как полноценный айдиай для ну я не знаю насколько это замена например того же веб-шторма ну как вот альтернатива посмотреть может быть в каких-то местах может быстрее работает как бы я вот тестировал для чтобы открыть проект на 74 чтобы открыть solution на 74 проекта visual studio код достаточно 3 секунд в то время когда сама visual studio нет ну там понятно там решаттер тоже много тянет ну в общем очень быстро работает на больших таких файлах так сюда мы тоже заглянули и давайте наверное вернемся к презентации сейчас будет самое интересное это за счет чего мы можем до бесконечности расширять и совершенствовать этот инструмент это так называемая extensibility модель да она вот основана на экстеншенов если вы не смогли как бы найти в marketplace это где вот находится там в основном все экстеншены по вашему языку не смогли найти какой-то дебаггер какой-то линтер какой-то снеппед и так далее вы всегда можете расширить и добавить самостоятельно вот здесь представлены типы экстеншенов да которые на которые вы можете влиять они связаны как бы с активацией с модель жизни самого редактора и файлов которые внутри живут ну вот например вы можете влиять своим дописать какой-то экстеншен который будет что-то делать при когда вы открываете visual studio код когда вы работаете с вашим workspace непосредственно когда вы редактируете код подписываться на какое-то событие и делать какой-то кастомный экшен и так далее в общем очень много мест для расширения ну я их настолько много что я пока даже не знаю в какое место что расширять когда и так уже огромная огромная библиотека экстеншенов существует но мы я смог найти одно место и мы сейчас напишем небольшое как бы приложение которое вот и как раз и будет посмотрим насколько быстро мы можем разрабатывать экстеншены и расширять данный редактор как я вам уже показал экстеншен генерится ну как бы костяк экстеншена генерится очень просто вам нужно набрать его код и выбрать экстеншен который вы хотите и язык экстеншена на котором хотите писать адскрипт или javascript я это тоже уже сделал и у меня есть вот такой вот экстеншен называется сейчас скажу пару слов что данный экстеншен будет решать задача у нас будет состоять в следующем вот есть у нас некоторый сиквел файл и нам нужно сгенерировать каким-то образом рандомно гуиды для мог данных вот как бы ну задача вроде как бы простая да и наверное уже кто-то уже может написал какой-то экстеншен для генерации гуидов и ничего такого интересного нет и да вы будете правы на самом деле написано было очень много экстеншенов для генерации гуида вот посмотрите раньше их было поменьше но сейчас вот уже 3, 4, 5, 6, 7 7 экстеншенов для генерации гуида что удивительно все они классные все они работают но они могут генерировать только гуид как бы в одном месте ну короче говоря они не поддерживают мультикурсор вот поэтому у нас будет задача состоять в том чтобы написать такой экстеншен который генерировал гуид гуиды пачками как раз это то что нам и надо что мы могли бы просто секундочку небольшая техническая заминка я не могу понять почему у меня не выделяется курсор ну ладно сейчас когда будем писать может оно как-то что-то я за альт-шифтом вот только что-то оно двигает я перед этим проверял все вроде нормально было в общем мне нужно нужно выделить просто сделать мультикурсор да и просто сгенерировать гуид на пачку моих скриптор и как же мы это будем делать после того как мы запустили вот yo code выбрали экстеншен то для нас он генерирует автоматически вот такую вот структуру каталога я здесь абсолютно ничего не менял нас интересует только один важный файл который называется extension typescript и в этот файл ну вот мы видим некоторую функцию да это можно считать как main да entry point наш extension я добавил вот этот просто кусочек кода как бы он self-documentated да просто я получаю инстанс моего редактора вот подписываюсь на событие edit выбираю те selection те места на которых стоит мультикурсор и генерирую и генерирую в этих местах в аппаркейсе мои гуиды сами гуида я генерирую с помощью вот такого модуля нодовского уид вот как бы ну и все да больше ничего давайте поставим вот бряк и посмотрим генерится а еще что важно я событие edit как бы зажигаю только тогда когда у меня нажата именно команда control shift плюс вот такая вот скобочка это прописывается в package.json файле вы можете тоже свои кастомные команды тут описать это один из вообще это package.json для extension самый важный файл и кроме кейбайндингсов вот важно правильно написать паблишер чтобы если вы захотите запаблишить marketplace потому что я когда пытался это сделать ну в общем это оказалось нетривиальной задачей дальше покажу как это сделать в общем чтобы вы не наступили на те же грабли так ну и что f5 посмотрим работает или нет саша там мультикурсор это control alt shift control хорошо сейчас проверим control alt shift нет и стрелки и стрелки тогда будет да хорошо сейчас я проверю так вот открылся наш редактор да вот мы в дебабе находимся вот если я сейчас буду просто что-то а у меня наверное было выбран этот все я понял русская раскладка потому что она не реагировала вот и получается никак не реагирует да ну control alt shift нет почему же куда же пропал мультикурсор просто control alt отлично и когда я нажал control shift кавычечка вот как вы видите зажегся мой event если мы хотим посмотреть что тут у нас происходит выбрался массив с одного элемента тут можно посмотреть начало где начало где заканчивается какие символы и так далее вот в нашем случае мы просто генерируем логуид делаем его в аппаркейсе и просто заменяем подставляем в то место где стоял наш все гуид сгенерировал мы счастливы и еще раз Игорь повтори что ты сказал по мультикурсору alt control alt и стрелочки down и up да control alt зажал и стрелочки не работают а попробуй просто alt держать и кликать мышкой alt держу и кликать мышкой опа так работает и еще раз демонстрирую таки да наш экстеншен с поддержкой мультикурсора и генерацией гуидов работает после того как мы счастливы что сделали это нам нужно это выложить в marketplace да чтобы что может быть тоже кто-то имел возможность использовать данную штуку чтобы это сделать нам нужно будет пройти несколько шагов шаг первый это зарегистрировать свой аккаунт на visualstudio.com и создать некий security токен которым вы будете подписывать во снова пошло не так ладно что-то не то security токен которым мы должны подписывать свое приложение после того как вы это выполните получите security токен вам нужно будет создать паблишера от имени кого вы будете паблишер этот экстеншер я вот создал паблишера бороденко алексей у меня есть токен и теперь я могу сделать паблиш данного экстеншена чтобы это сделать это очень просто нужно набрать такую команду vse это тоже команда которая позволяет vse publish и как бы ваш экстеншен паблишер автоматически под данный профайл но у вас ничего не получится поскольку вам сперва нужно как бы сделать ну как бы залогиниться под вашим аккаунтом который сделали и предоставить security токен тогда вы сможете запаблишер но у меня все равно не получилось мне почему-то каждый раз выдавало вот это весь команда что я не авторизирован поэтому я пошел другим путем я набрал вот такую вот команду это еще одна команда которая ваш экстеншен просто собирает в vsex о господи сейчас покажу файл который вы можете уже вручную vsex файл вот он сгенерировался которую вы можете потом взять у себя из операционной системы и сделать апдейт не буду делать не хочу загрязнять здесь свое рабочее место я вот это сделал загрузил свой экстеншен вот вы его видите теперь получается он доступен для всех через visual studio extension механизм давайте проверим я сейчас позакрываю окна я создал тестовую папочку чтобы не усырить вот откроем какой-то тестовый пайл посмотрим какие сейчас экстеншены как видите из установленных экстеншенов моего плагина нет это я показать что я сейчас буду именно скачивать именно с marketplace да где куда мы его только что запаблишили ну например поищу поключу слово GUID вот здесь GUID 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 так вот GUID install когда после того как он заинсталится нас попросят да сделать restart и сейчас давайте проверим воспользуешься нашим снипетом сделаем так alt сделаем мультикурсор и нажмем control shift то есть теперь данным экстеншеном могут пользоваться все и генерировать GUID для SQL скриптов вот так вот отлично двигаемся дальше я считаю вот что вот дебаггеры тоже относятся некоторые вот это extensibility model и на данный момент было замечено поддерживается дебаг node mono и .NET Core вот как видите такая вот некая плагабл архитектура студия общается с неким адаптером по код дебаг протокол а уже этот адаптер транслирует команды в некие нативные протоколы которые поддержатся V8 протокол или моно дебаг и так далее и что здесь стоит упомянуть что вот кстати видите your debug можно написать свой дебаггер и сам дебаггер именно написан тоже на TypeScript вот то есть можно посмотреть исходники как написаны текущие и можно написать свой я не стал это демонстрировать и показывать потому что там но оказалось тоже не все так просто но просто вот вы знаете что это можно тоже делать еще одна штука которая есть в VS Code называется language сервера что это вообще такое для чего это нужны это например когда ваша команда поддерживает какие-то код конвеншены или вы как-то хотите какие-то свои рулы дополнительные которые используют эту команду включить или какие-то модели валидации которые не поддерживаются TypeScript а поддерживаются вот таким инструментом как JS Hint и так далее то вот вы можете заэкстендить и как бы использовать свой и поскольку это дорогостоящая операция что вот этот language сервер должен построить как бы все синтактическое дерево вашего документа проверить что там проверить как бы референсы или что не передаются не передаются налозначения ваши функции и так далее или вот сделать найти все референсы в вашем проекте это в принципе очень ресурсоемкий процесс то для этого выделяется поднимается отдельный процесс сейчас он поддерживается только для Node.js в котором и происходит вся вот эта магия а модуль менеджер модуль который существует такой менеджер модуль который снова является как промежуточным звеном между процессом для который делается штук который я сказал до этого и Visual Studio Code и он как бы синхронизирует эти два документа и как раз на прошлой неделе презентовал вышло новое обновление Visual Studio Code которое уже как бы делает hint и показывает откуда пришла ошибка валидации это сработал например TS hint или JS hint или это сработало что-то или это сработало в TypeScript и да как-то вот так ну вот я в основном включил сюда очень популярные которые существуют сейчас но если вы не нашли здесь свой вы уже как бы знаете что делать и последний момент о котором я хотел рассказать это вот дебаггинг .NET Core приложения вот этот вот слайд это просто чтобы напомнить где мы находимся есть фреймворк 4.6 это как бы фул фреймворк в который входят все классы все библиотеки которые вот инсталлятся вместе ну как длинный MSI и есть у нас .NET Core 1.0 это как бы облегченный вид полного фреймворка но который уже является кроссплатформенным и мы сейчас с помощью Visual Studio Code создадим .NET Core приложение и проверим возможность дебага данного приложения и чтобы это сделать нам нужно выполнить некоторые некоторую последовательность шагов а именно нам нужно скачать так называемую .NET называется CLI да ее называют CLI Tool или CLI Installer это вот набор тулсетов в которые входит первая это командная строка .NET которая отвечает за компиляцию вашего приложения за хостинг CLR процесса вот как видите раньше было как бы три команды например DNX отвечал за хостинг CLR приложения DNVM это как установка Core и Core CLR среды DNU за обновление пакетов сейчас отказывается вот например DNX да будет например хостинг CLR внутри вот этого Core CLI я пока не смог найти как бы много информации о том как она будет устроена как все это будет подниматься пока вот знаете что первый шаг вам нужно установить это сделать установить данный тулсет и я вот здесь предоставил ссылку на самом деле сейчас это довольно таки интригиальный процесс и везде пишут там на гитхабе в статьях что это экспериментальная штука и вот и с ней нужно быть аккуратным нужно правильно подобрать вот Core CLR нужно правильно там создать настройки для вашего проекта чтобы этот дебаггинг заработал и в конечном итоге вот эти вот три команды вот просто схлопывается вот эти три это создание нового проекта рестора для билд это по аналогии как на уже есть для рестора пакетов здесь тоже а здесь нукет пакеты будут и запуск самого приложения ну давайте посмотрим как это работает я сразу покажу на какой версии я это смог все поднять сейчас мы вот находимся у нас в данный момент активно Core CLR релиз кандидат 2 под этот Core CLR я нашел вот этот CLI toolset именно вот данная версия CLR именно дружит с определенной версией этого CLI кли чтобы была возможность дебага если вы выберете другую например версию CLI у вас дебаг работать не будет вот как-то да и давайте посмотрим вообще у нас билдится проект .NET это я уже создал как бы снова через Yomant генератор проект для Visual Studio код и давайте попробуем его сбилдить я покажу сперва как это делать через командную строку потом уже откроем Visual Studio код и я покажу как это в баге работает .NET так вроде бы все работает то есть скопилился наш проект поднялся веб-сервер и веб-сервер слушает нас на 5000 порту то есть вроде все нормально давайте Visual Studio код сразу пару слов скажу за конфигурацию первое вот например если вы захотите тоже поиграться с дебаггингом первое вот обязательно не забыть выставить здесь флаг такой ну это знаете как небольшие танцы с бубном вот и очень внимательно прочитать там длинную документацию о том как этот экспериментальный дебаггинг выставить тут обязательно чтобы у вас было выставлено dnx core 5.0 то есть portable и как видите мы будем использовать последний веб-сервер для хостинга .NET Core приложений Castrel мы будем билдить данный проект .NET ну то что я вам показывал через командную строку да понятное дело все это создается через конфигурационные файлы да которые идут вместе с жесткой код он называется .json и последний файл который нас интересует это launch .json нам нужно вот здесь будет указать путь к нашему проекту где будут лежать наши как бы pdb которые будут загружаться и которые будут позволять нам делать этот дебат ну программ файл тут как бы все очевидно да вот нас интересует вот этот момент я просто сделал какой-то контроллер да и вот прописал к нему вот такой рут вот кстати вот видите например рут вот у меня тут беленький а раньше был тоже так подсвечивался вот где-то вот таким вот цветом я это периодически замечаю слетает вот какая-то хайлайтинг вижу студию код я сейчас перегружусь поменяю свой цвет я не знаю с чем это связано и так поставил я бряку нажимаю f5 проект билдится и мы похожи в дебабе вебхоз подняли отлично то есть ожидает как-то команд вот я в пост мне написал запрос 5000 порт api product так захитилась наша breakpoint если мы например захотим посмотреть watch вот пока мы увидим вот к сожалению пока только вот такое я пробовал другие релиз кандидаты но к сожалению как-то побороть данную проблему я не смог и сейчас вот вы видите не можете посмотреть какое значение данный перемен если вы нажмете f то это какой-то результат то есть уже можно дебажить dotnet core приложение используя visual studio код и использовать например тот же кастрел который уже ходит легенда о том что там он может обрабатывать миллион запросов что-то такое за секунду и посмотреть в реальных боевых условиях как это работает но к сожалению не видеть пока без дебага ну как для меня это пока как игрушка потому что ну как можно разрабатывать какое-то более-менее серьезное бизнес приложение без возможности дебага но это уже работает и в принципе чтобы вы понимали насколько это быстро разрабатывается и Microsoft продвигается данный продукт что я считаю что все скоро здесь будет отлично и последнее послесловие там последний слайд остался вот где можно ознакомиться с документацией где можно взять исходный код Visual Studio Code да она тоже опенсорсная и вот последняя ссылка она самая свежая на билде 2016 был представлен одним из менеджеров который занимается разработкой Visual Studio Code tips tips and tricks для увеличения именно производительности работы с Visual Studio Code то есть горячие клавиши настройка среды ну в общем как бы все что позволяет повысить производительность как бы писать больше кода меньшими усилиями и так далее вот ну у меня вроде бы все сказал все что все что хотел я сказал может что-то пропустил так что ваши вопросы замечания пожелания спасибо что меня слушали ребят у вас есть вопросы к Алексею милый хомячок там на одном слайде это был go как ни странно если вы откроете зайдете в marketplace и посмотрите вообще рейтинг экстеншенов которые ну самое больше скачивают то язычок go буквально стоит на третьем месте c-sharp и тонн и go ясно так ну с хомячком разобрались ну ладно если в общем вопросов нету всем все понятно и было интересно то SS и JS это не натив